Это карта районов, мы отмечаем стабилизацию ситуации, по большинству районов заболеваемость ниже среднего, которую мы регистрировали в предыдущие волны. Мы взяли максимальную заболеваемость при первой волне. Гродненская область сегодня находится вот здесь, а Минск находится вот почти на уровне прошлого года, высоком уровне. И вот губернатор сравнивает в синий цвет, это ниже уровня, да? Ниже среднего даже, то есть мы не берем пиковое значение в первую волну, это красное значение. Даже ниже среднего, да. Но область далеко от того максимального уровня, 80%? Да. Пока 80% единственная область. Те где-то уже опустились 90% с хвостом. Вот о чем идет речь, чтобы журналисты понимали. По использованию. На сегодняшний момент для оказания помощи пациентам с COVID-инфекцией выделено 35% имеющего коечного фонда. В целом используется 92% от выделенного, либо 32,4% от имеющего. Только треть коек на сегодняшний момент используется для оказания помощи стационарным пациентам с COVID-инфекцией. Ну это тоже, чтобы им было понятно, журналистов, у нас допустим 1000 коек, 350 мы выделили под COVID-инфекцией, но задействовано 320, 32%. 32% имеющих. Обеспеченность кистородом выделена для лечения COVID-инфекцией, 66% от имеющихся в области точек респираторной поддержки. На сегодняшний момент занято менее 80 точек от выделенных. Понятно. Практически всегда есть возможность оказать респираторную поддержку. Если же смотреть в целом по области, чуть больше половины точек респираторной поддержки на сегодняшний момент используется для кислородной терапии пациентам с COVID-инфекцией. Ну это очень важно. Вот ты сказал и думаю, что все так понимают. У нас сейчас главные протесты, вот эти так называемые, которые пытаются раздуть эти опы и прочее, они кричат, не хватает кислорода. Так вот, из всего кислорода, точек, у нас только 52% занято. Так как не хватает точек и кислорода? Да, сегодня на прожонке, сегодня кислородом задействовано все, кто может производить кислород. Все задействовано, но только чуть больше половины у вас занято, потому что, ну понятно, и другие же операции делают, другим же надо кислород людям. Поэтому, ну что тут орать и кричать, вот 52,4% от имеющихся точек в больницах задействовано под лечение COVID-19. То есть, не дай бог, конечно, мы еще столько можем подключить под кислород, но тогда мы обедним других людей, которым нужен кислород. Вот почему половину задействовано. По Гроневской области для оказания помощи пациентам с инфекцией COVID-19 выделено 52% имеющихся парка ИВЛ, занято 44% от выделенного, либо 23% от имеющегося парка ИВЛ. То есть, если у нас сотня ИВЛ, то только задействовано 23 ИВЛ из сотни для лечения COVID. Это хороший показатель. Поэтому кричать сегодня о том, что у нас не хватает ИВЛ, ну, наверное, было бы неправильно, потому что всего из 123 аппарата задействованы под COVID. То есть, хороший тоже показатель. На сегодняшний момент ситуация в Гроневской области не только соответствует ресурсным возможностям системы, но и позволяет параллельно оказывать и другие виды помощи. Спасибо за последний год. После первой волны была проведена достаточно большая работа. Увидено количество точек респираторной поддержки. Четыре компьютерных томографа поступило в Гроневскую область. Три – это централизованные закупками здраво. Спасибо, Никита Ильич. Спасибо, Иван Александрович. Одна – это за средства местного бюджета. Компьютерная томографа установлена на сегодняшний момент Лида. На Вагайта слоним Лида новую получили и два получили Гродно. Четвертая больница, больница скорой помощи. Значит, у нас три межрайонных, это мы с тобой планировали, опорная межрайонная больница. Три. Даже это выше, чем межрайонная, это опорная именно больница. Это Островец, Лида и Волковыск. Островец полностью оснащен. Кроме Гродно. Мы Гродно-Мегродно. Ну, и да, и Гродницкая, естественно, клиника. В этих есть КТ опорных? Есть, во всех. Во всех? Да. Но пока у них МРТ нет. Нет. Только в Гродно. Да. Значит, три штуки нам надо. В Гродно получаем и в Островце. Есть пять МРТ в Гродно, один в Островце. Надо в Лиду и надо в Волковыск. Два. Да. Пока ты губернатор, единственный в мире врач, надо за будущий год решить эту проблему. Если чуть-чуть надо помочь, скажешь, без МРТ, ты понимаешь, нет диагноза нормального, нет лечения. А МРТ – это абсолютно точный диагноз по многим болезням. Согласен. Ну и вот использование при профиле только 35% конечного фонда позволило оказывать и другие виды специализированной помощи. Ни в коем случае нельзя сейчас останавливать помощь людям по другим. Как они говорят, плановую закрыли. Как закрыли? Я вас заставил не делать этого. Ковид ушел. И к нам хлынула эта онкология отложенная. Если она отложенная, и мы, опять у нас будет 500 человек в очереди на операции онкологические, и у нас опять получится обвал. Поэтому нельзя другие, вот как и 100-100%, нельзя останавливать лечение других болезней. Ни в коем случае. Мы где-то снижаем, когда вот те же плановые операции, грыжи с лечением, выполнение плановой операции представляет для пациента больший риск, чем невыполнение. Поэтому здесь это мы, естественно, откладываем. Я вижу, основные, сосудистая, онкология и так далее. Ты 100% работаешь. Но не надо преуменьшать и челюсть, и урологию, и психиатрию, и птизиатрию. Нельзя преуменьшать. Поэтому с тебя будет спрос. Сколько ты отложил всего? Ничего нельзя откладывать. Вот такая задача. За счет чего, как говорится, мы считаем, что ситуацию удалось все-таки контролировать и стабилизировать на более низких цифрах? Изначально шли по, так называемые, выделены были спецконтингенты, которые стали основным фокусом для именно разъяснительной работы по убеждению необходимости вакцинации. В целом по области первым компонентом привито 31,5%. Вроде бы не очень много. Но если по сравнению с здравоохранением, это все работники, не только врачи, но и работники, скажем так, с не медицинским образованием. 93,5%. Образование около 80%. Социальное обслуживание, включая в дома с полосуточным пребыванием, там 98%. Потому что здесь вопросов быть не может, они работают со стариками. Почти 90%. Хочу еще раз обозначить то, что я от вас требую и свою позицию в связи с разными мнениями в обществе. Уже дошли до того, что Лукашенко это ковид-диссидент главный и так далее. Болезнь любая здесь, в голове. Если только ты начал переживать по поводу этой болезни, умножай на 10. Течение болезни зависит от конкретного человека. Человек человеку рознь. Все сейчас концентрируются. А, президент в зоны ходит, еще не умер. И один мерзавец заявление сделал, но развитие не получило. Лукашенко не умирает, потому что он привился к какой-то иностранной вакцины. Слушайте, у нас в стране нет иностранных вакцин. У нас кроме спутника и китайской вакцины у нас нет. И эти вакцины не хуже. Нам подкидывают вот эти опы, идею, завезите Пфайзер пусть будет, Джонсон-Джонсон, там, Модерна и прочее. Для чего? Чтобы могли они привиться, получить паспорт и ехать туда, к своим, инструкции получать. Чтобы на Запад выехать, вот для чего им надо. Едьте туда и там вакцинируйтесь. Вакцины, которые сегодня иностранные тоже. Они гораздо лучше показали, чем западные. Поэтому мы и покупаем. Второе. Мы по технологиям российским разливаем эти вакцины. И третье. В 2023 году мы не торопимся, чтобы при тебе принято решение. Мы получим свою белорусскую вакцину, но приспособленную под штамм 2023 года. Нам сегодня хватает вакцин, которые мы производим по российским технологиям, уже начинаем производить сами, не закупая в России сами здесь. Нам этого хватает. Поэтому говорить о том, что Лукашенко против вакцинирования, глупость. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вы доказали на практике. Малый период, но доказали. Провакцинировался, меньше болеешь. А если заболел, жить будешь. Вылечим. Вот что очень важно. Поэтому вакцинироваться надо. Поэтому то, что мы приняли решение свою вакцину делать, это хорошее было решение. Поэтому я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо на грудь человеку коленом и шприцем колоть вакцину. Вот я против насилия. Надо вакцинироваться. Легче переносится болезнь. И люди почти не умирают. Только 0,02%. Это, ну если брать от человека один ночь. Только 0,02% могут умереть с большими сопутствующими болезнями. Поэтому надо вакцинироваться. Я и не против маски. Но считаю, что культура, общение с маской, если можно так сказать, и масочного режима, культура только у врачей. Они знают, когда поменять маску, надо менять, не надо, когда одеть, когда снять и так далее. Вот тут 100%. Я рад бы был, если бы вот эти вот люди, которые находятся в зоне риска здравоохранения, социальная, торговля, бытовое, транспорт, культура, спорт и так далее, тоже в помещениях одевали маски. Но маска – это их дело. Вот тут мы тем более не должны настаивать. Надо люди оденут. Мое железное требование – никого не травить, не давить и не заставлять. Убеждать. Призываем людей соблюдать меры социально-дистанцированной индивидуальной профилактики. Ну и надеемся, что, как показывает опыт предыдущих фонд, что мы уже как минимум на высокогорном плато, с которым начнем потом плавный спуск. Насколько он будет быстрый и безболезненный, это во многом зависит даже уже не от нас, а от поведения населения. Стационар. Вот 862 койки – это наш город и стационарные подразделения. Они и, по сути, и лечат, ну, мы и боремся с ковидными пневмониями. Вот схема стационара. Достаточно большая такая площадь. Мы находимся в акушерском корпусе. И, Александр Григорьевич, вы его открывали в 2007 году. По большому счету, вот это мероприятие спасло тысячам лидских граждан. Объясню, почему жизнь. Кардинально была переделана система кислородоснабжения тогда. Здесь из наших 373 койки почти 200 находятся в акушерском корпусе, потому что концентрация большая точек. Рядом реанимационные консоли, палаты. Рядом газификатор. Что в данном случае не хватает, что являются проблемой для твоей больницы и для всего района таким образом? Ну, по кислороду, откровенно говоря, мы используем свои мощности, но на процентов 75. Вода эта. Еще проблемы. Я о проблемах. О проблемах. С лекарствами. Чего хотелось бы? Ну, в общем-то, с лекарствами мы работаем с областью нету трудностей. Как это называется? Рим-де-севир. Рим-де-севир. Есть у тебя рим-де-севир? Есть. Мы получим. Ну, воды эта. Это безусловно, всего. Так же, как и средства защиты. Уже прошли, мы готовы. И, в принципе, районный бюджет, никогда вопросов не было финансирования, несмотря как тяжело. То есть, с лекарствами у тебя? Это однозначно. Но не только для Лиды, у тебя же целый район. Ну, они приезжают сюда. Мы свозим сюда. Понятно. Но ты людей, пожалуйста, население обижай. Нет, конечно. К проблемам. Что еще? Значит, есть один нюанс. Скорая помощь. Нет вопросов. В первую волну мы купили за спонсорские деньги два реанимобиля, очень мощных. И дооснастили, по сути, ну, отрабатывать. То есть, ты с любой точки человека можешь привезти в любое место? Без вопросов. Регламентированные, установленные сроком для доезда. Показывали врачи. Постой помощи. У нас неплохо, достаточная укомплектованность. И по молодым специалистам приходят. Работаем предоставить. Людей хватает? Да. Страшных проблем нет? Нет, Александр, говоришь. Значит, коечная мощность. Всего коек, суммарно, во всей организации, 1052 койки. Это с районом? С районом, то, что я показывал, да. Сама ЦРБ, город у нас 862. Значит, выделено под COVID-19 373 койки. По всему району? По всему району. Это со всех коек. И, значит, 35,6% посчитано. 35,4% посчитано. Вот это от всего нашего коечного фонда. По обеспеченности кислорода, видите, это 174 точки, да, обеспечено. Ну вот занято 149, то есть, ну, такой процент, коек обеспечено 46,6, но хватает. И не было проблем, и не хватает. Это без учета, что мы можем точку... На ИВЛ половина, да, занято? На ИВЛ... Выделено половину. Смотрите, всего ИВЛ 26. Мы в COVID-19 используем 14 аппаратов. Мы не отдавали все, нет нужды такой. Занято 10 аппаратов. Вот эти 14 вращаются. Помимо же этого есть и детям, и в корпусе, и в реанимации чистые, инсульты, аппаратура используется. То есть, вполне достаточно, с этим вопросом не возникает. Мы все профили оставили работать. Мы не убирали ни один, но ужали, потому что мы оттуда брали персонал. Персонал надо переводить, учитывая, что они не на своих площадях работают, как бывало. 75% это практически боеспособное деление, но я вынужден был персонал оттуда взять, потому что надо укомплектовать вот эти зоны. Ну, нагрузка на оставшихся увеличилась, но я говорил, война. И я говорю, это война, надо работать. Все люди понимают, не первый раз, люди научились работать. Проектируется еще один корпус, который позволит все эти маленькие корпуса объединить и делать его классическим опорным клиникам. Помните разговор об этом? Даже отвечаю сразу на этот вопрос. Это вопрос уже не первый. Не новый первый. Да, и Минск, Минск области и прочее. Нам надо определиться, где мы построим. Вот, ну вот, ну вот, ну вот, ну просто нельзя не построить. Пройдет же ковид, надо будет. И он должен определиться, если подключишься, посмотрите, где. Желательно, чтобы вы в будущем году мне положили на стол эти расчеты. Я в курсе этой проблемы. Скорее всего, наверное, здесь надо. Лида, крупные. С прилегающими. Да, да. 250 тысяч суммарно обслуживаются. Конечно, прилегающими. Совместно. Поэтому давайте определяться. Вот я тебе ответил на этот вопрос. Продолжение следует.